Фамилия знаменитого американца Джонни Вайсмюллера, вошедшего в историю кино в образе выросшего в джунглях Тарзана, в переводе с немецкого означает «белый мельник». Родился белый мельник Петер Йохан Вайсмюллер 2 июня 1904 года в Австро-Венгрии, но в годовалом возрасте родители вывезли его в Штаты, куда тогда стекались эмигранты со всей Европы. В Америке маленького Йохана стали называть по-английски Джонни, и это имя прилепилось к нему на всю жизнь, а под этим именем он впоследствии выступал на соревнованиях и снимался в кино. В возрасте 9 лет парень заболел полиомиелитом, и врач посоветовал ему для восстановления организма после болезни заняться плаванием, что в дальнейшем сыграло решающую роль в его жизни и будущей карьере. Когда родители развелись, Джонни пришлось бросить школу, чтобы зарабатывать на жизнь. Он трудился разносчиком зелени в овощной лавке, пляжным спасателем и одновременно посыльным в спортивном клубе штата Иллинойс. Вот там на 15-летнего Джонни Вайсмюллера обратил внимание известный тренер по плаванию Билл Бахрах. Это был невероятно грубый, здоровенный мужичина, весом в 150 килограммов, который орал на своего подчиненного «Ты будешь пахать, как раб, ты будешь ненавидеть свои кишки, но ты побьешь все рекорды, какие есть, сынок». Джонни Вайсмюллер оказался гениальным пловцом и прогноз Билля Бахраха оправдался. Всего за свою 10-летнюю карьеру пловца Джонни установил 67 мировых рекордов. Он ушел из большого спорта непобежденным, ушел ради кино. В 1932 году кинокомпания Мэтро Голдвин Майер собиралась снимать фильм по книге Эдгара Берроуза Тарзана. Вот на роль Тарзана требовался молодой человек, который мог бы без стеснения вести себя перед кинокамерой практически голым, так как по сценарию вся одежда героя должна была состоять из некого подобия набедренной повязки. О том, как прошли кинопробы, сам Вайсмюллер рассказывал так. «Я залез на дерево, затем спрыгнул, ухватившись за ветку. На следующий день мне сказали, что меня утвердили на роль». Всего с Джонни Вайсмюллером в главной роли с 1932 по 1948 год было снято 12 фильмов про Тарзана. Съемки киноэпопеи пришлось прекратить только потому, что Вайсмюллеру стукнуло 44 года, и на роль юноши он уже, честно говоря, не годился. Впоследствии про Тарзана снимали фильмы с другими актерами, но успеха они не имели. Зрители полюбили имени именно Джонни Вайсмюллера, и других Тарзанов просто не воспринимали. Личная жизнь у актера не сложилась, он был женат пять раз, кстати, пять раз, из них четыре раза на женщинах, которые выходили за него замуж с явно корыстными намерениями, чтобы оттяпать у знаменитости часть его состояния. А человеком он был очень состоятельным, ведь только за роль Тарзана актер получил в общей сложности два миллиона долларов. Причем тех старых долларов, которые до 1971 года не были подвержены инфляции, имели гарантированное государством золотое содержание и свободно обменивались на золото. Ну, сейчас, с учетом инфляции, эта сумма была бы равна приблизительно 82 миллионам как минимум. Кстати, историю «Крика Тарзана» Вайсмюллер рассказал журналистам, когда ему было уже за 70. По его словам, первоначально звукорежиссер фильма склеил три фрагмента записей трех разных певцов с разными тембрами голосов, исполнявших напевы альпийских горцев в стиле йодль. Получившийся после склейки звук был настолько сложно воспроизвести, что его намеревались в дальнейшем давать в фильмах только в этой скомпилированной записи. Однако, Джонни Вайсмюллер, исполнявший в фильмах все трюки самостоятельно, и здесь показал класс, за пару месяцев научившись тарзанить самостоятельно. И вы знаете, однажды это спасло ему жизнь. В 1958 году Джонни приехал на Кубу для участия в турнире по гольфу среди знаменитостей. Место для турнира, надо сказать, было выбрано явно не самое лучшее, так как в стране, еще не называвшейся тогда «Островом свободы», набирало силу партизанское движение под руководством Фиделя Кастро. Машину, в которой везли Вайсмюллера, остановили на дороге воинственно настроенные бородачи. И тогда он издал свой знаменитый крик «Тарзана!», что привело кубинцев в дикий восторг. Они даже стали прыгать от радости и кричать «Тарзан!» «Добро пожаловать на Кубу!». Затем они выделили Вайсмюллеру охрану, чтобы он не нарвался на других партизан, которые могли и не видеть знаменитые фильмы. Умер Джонни Вайсмюллер 20 января 1984 года в городе Акапулько в Мексике на 80-м году жизни и похоронен там же. Согласно его завещанию, в тот момент, когда гроб с телом Джонни Вайсмюллера опускали в могилу, трижды прозвучал крик «Тарзана», специально для этого записанный на магнитофон. Знаете, я долго тренировался для того, чтобы попытаться каким-то образом все-таки изобразить этот крик в живом эфире нашей программы, но все-таки не решусь это сделать, предоставлю это сделать самому «Тарзану». Это был очередной выпуск рубрики «Открытие Америки». Меня зовут Андрей Ласкателев. Сегодняшний выпуск был посвящен Джонни Вайсмюллеру.